Уже не первый год военнослужащие 115-го зенитного ракетного полка доказывают. Они достойны представлять родную Беларусь на состязаниях международного класса. Внутри белорусский конкурс – неотъемлемая часть. На этом этапе зенитчики Брещены показывали лучшие результаты. Даже превосходили установленные нормативы. Свои рекорды военнослужащие ставили и на полигоне «Ошелук» в этом году. Испытания на вождении многоосных машин, например, прошли лучше иностранных соперников. Показывали блестящие результаты и на традиционных этапах – заряжание пусковых установок. Комплексная тактическая задача, включающая перевод техники в походное положение. Марш и, пожалуй, самый зрелищный противовоздушный бой. В этом году расчеты были очень сильные. Всех стран и Российской Федерации, и Казахстана, и Китая. И наши расчеты. Ну и, конечно же, призы. Призы тоже были великолепные. Конкурс по противовоздушному бою усложняли погодные условия. Упражнения выполнялись под открытым небом при температуре 40 градусов и выше. Но, как и полагается, настоящим защитникам небесных рубежей солдаты мужественно выстояли перед всеми трудностями. Превзошли представители из Казахстана и Китая. Две насыщенные недели, шесть команд, представители более 50 стран-наблюдателей, многочисленные зрители. С днищиком Брещеной будет что вспомнить. С военнослужащими все выложились на все 100. Я уже говорил, что показали результаты даже лучше, чем показывали здесь дома на тренировках. Хотя это очень сложно, потому как и фактор волнения, фактор неожиданности, новая техника, чужая техника. Но, тем не менее, несмотря ни на что, результаты очень хорошие. Итоги международного конкурса задали военнослужащим Брещеной планку на перспективу. Прославленный многочисленными победами 115-й зенитный ракетный полк еще не раз заявит о себе за пределами страны. Стремление отталкиваться от поставленных рекордов и ставить новые характерные черта брестских защитников неба. Именно она и помогает добиваться таких существенных результатов.